Облава на нелегальных перевозчиков. Сотрудники Укртрансинспекции и ГАИ провели в Донецке совместный рейд по выявлению водителей, которые перевозят пассажиров без разрешительных документов. Чем закончилась проверка, знает Станислав Мершниченко. Перед проведением рейда короткий инструктаж в здании Укртрансинспекции. Выполняем работу в законном поле. Объясняйте людям, пожалуйста, чем чреваты нелегальные перевозчики. Инспекторы разъезжаются по основным местам сосредоточения нелегалов. Один из проблемных адресов – район Ветки. Журналисты нашего канала решили проверить, много ли там тех, кто работает без документов. При виде камеры водители блокируют доступ в машину. Не открывает, товарищ, видишь, закрылся в машине. Потом срывают таблички с направлением движения и быстро уезжают. Сами пассажиры признаются, отличить нелегала от закона послушного перевозчика крайне сложно. Скажите, а вы все спрашиваете, допустим, есть у вас пакет разрешительных документов на перевозку? Нет, то есть спрашиваем, легально это или нет. А большей частью что отвечают? Конечно, легально отвечают. Одна из точек, где устроили засаду на нарушителей – в районе поселка Первомайское. Видимая информация о рейде со скоростью молнии распространилась среди водителей. За два часа дежурства журналистов и инспекторов в этом направлении не проехало ни одной машины нелегалов. А те, у кого документы в порядке, констатируют. Нелегальные перевозчики составляют вам большую конкуренцию вообще? Составляют. А таковых в Донецке много, с вашей точки зрения? Я считаю, много. На выезде из Донецка были выявлены те, кто перевозил рабочих с предприятий Донецкой области без официального договора. В случае выявления нелегальных перевозчиков составляем соответствующий акт. Штрафуется не водитель, а, как я уже сказал, штрафуется субъект до распродывания. Как только первый микроавтобус был остановлен, пассажиры стали возмущаться, что теряют время. Однако инспектору все же удалось успокоить недовольных. Я понимаю, буквально пять минут займет это время. Пять минут? Да. Всего по итогам рейда в Донецке составили 16 актов. Минимальный штраф, который грозит нарушителю – 170 гривен. Максимальный – порядка 1700. Станислав Мирошниченко, Виталий Богайчук, телеканал «Донбасс». Скандал.